Жители липецких сел Паршиновка и Ровенка взялись за восстановление своих храмов. Одна сельская церковь была сожжена еще в 20-х годах минувшего века, другая разрушилась со временем позднее. Теперь их пытаются возродить и вновь сделать центрами сельской жизни. Белоснежный однопрестольный Никольский храм в селе Паршиновка Добринского благочения был построен в 1861 году. Его разрушение началось в 1937-м, после того, как взорвали колокольню. Мария Степановна Болдина с детства проходила мимо этой церкви и видела, как с годами та приходила в ветхость. Колокола сняли, шесть колоколов было, и отправили на Липецкий металлургический завод на переплавку. Дальше кирпич, который снимали, колхоз взял, строили, делали силосные ямы, под силос ямы строили. Дальше сосны, которые были вокруг храма, эти посорбили и отвезли в Ровенку, построили школу. В здании храма располагало зернохранилище. Загоняли в церковь скот, будто намеренно хотели как можно больше попрать веру. Но вера в селе не умирала. Трудами одного учителя здание храма передали под школу. В этой школе и стала работать Мария Степановна. У нас была техничка, техническая работница, Матрюна Ивановна. Мы придем, она мне рассказывала. Приду в школу, она скажет, Мария Степановна, я пришла топить, печное топление было. Я пришла топить, я слышала пение церковное. Я даже, говорит, орабела. Ну, вот такие ощущения были. Вот, конечно, воспитывали мы детей, старались, стремились, чтобы это здание, так сказать, оно и было церковью. В 2000 году по инициативе жителей села храм возвратили верующим. После того, как сын Марии Степановны попал в аварию, она начала чаще молиться в храме. Вот уже 12 лет бывший учитель, отличник народного образования, выпекает богослужебный хлеб, просфоры, и помогает в восстановлении церкви. А возрождать храм приходилось практически с нуля. Сложности были в служении. Мы же и строили, и разбирали, и служили одновременно. Мы служили, считай, под открытым небом. Бывали случаи, когда мы перед службой по 8-12 ведер воды выносили из храма, вот в этом была сложность. Ну, а в сложность в непонимании нет, такого не было. Все стараются помочь, все спешат на помощь, вот попросишь, конечно, сделают. Несколько лет назад в этом храме надвратные иконы святителя Николая Чудотворца, потемневшая от меняющихся погодных условий, начала просветляться. По молитвам святителя Николая началось стремительное возрождение храма. Основные строительные работы были завершены за полгода. На плечах отца Геннадия строительство еще одного храма. Храм великомучника Дмитрия Солонского в Ровенке сожгли в конце 1920-х. С лета 2013 года по инициативе московского предпринимателя началось строительство новой церкви. Корабль спасения возводится из кальончатого бруса. Исторически был на Ровенской земле, и был он, кстати, изначально деревянный. Поэтому по старым чертежам, по воспоминаниям жителей, по архивным данным, мы строили его в таком виде, какого он был первоначально. Сегодняшние прихожане Никольского храма села Паршиновка надеются, что в новой церкви будут молиться те, кто по каким-либо причинам не ходит в Никольский храм. Население здесь уже, можно сказать, в основном пожилые люди остались. Ну, многие ленятся даже в соседнее село сходить. А здесь по месту, я думаю, будут ходить. Храмы всегда отражали духовно-нравственный облик села. Большинство из существующих сегодня храмов, действующих или разрушенных, были построены в 18-20 веках. Спустя годы люди по-прежнему нуждаются в доме молитвы, месте, где ощутимо присутствие Бога. В соседних селах Паршиновки и Ровенки верующие долго шли к осуществлению своей мечты о храме. Чья-то мечта уже сбылась, а чья-то только предстоит исполниться. Анастасия Хохлова, Геннадий Никитин, телестудия «Свет миру» Липецкой епархии для телеканала «Союз». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова